Всем привет! У нас наконец-то стало совсем тепло, утром еще было около плюс 15, сейчас наверно еще теплее. Мне вот в таком виде жарко в лесу сейчас, хотя рядом со мной лежит огромная куча снега, она сильно тает, но почва здесь песчаная, все уходит сразу вниз, поэтому очень сухо. Я сегодня вышел на небольшую прогулку, взял с собой FT817 и проведу с помощью него радиосвязь в системе KVPager. Передам сообщение по эфиру на 80-метровом диапазоне и, надеюсь, меня услышат и мне ответят. KVPager это программка для телефона, для смартфона. Она формирует низкочастотный сигнал, который трансивер передает в эфир и тоже самое декодирует низкочастотный сигнал. Для подключения к трансиверу вот такой проводок сегодня буду использовать. Этот проводок не просто переходник, а еще он содержит себе схему Vox, так как, к сожалению, FT817 в режиме передачи цифровых сигналов, когда подключается к нему источник этих самых сигналов к разъему DATA на задней стенке, не имеет Vox. Вот Vox с микрофона есть в FT817, а Vox для режимов цифровых почему-то в нем отсутствует. Поэтому вот такой проводок с внешней схемой Vox с подключением к смартфону. Четырехконтактным разъемом у меня сегодня будет использоваться. Проводок тоже от автора проекта KVPager от фирмы Radial. Антенна у меня сегодня полноразмерный диполь на 80-метровый диапазон из очень-очень тонкого стального тросика. Такая антенна прочная и очень легкая. Мощность у меня маленькая, FT817 5 ватт, поэтому какие-то укороченные траповые диполи сегодня не стал использовать. Но на самом деле эта система KVPager очень пробивная, помехоустойчивая, поэтому я думаю можно было и короче антенну взять. Но я вот такую полноразмерную сегодня использую. У меня есть самодельный провод-переходник для подключения смартфона к трансиверу, но с 817 это не работает. Я через тот провод подключаю к FT891, к 897, к 991, то есть ко всем трансиверам, у которых такой же разъем Mini-Din, но есть встроенный Vox для работы с цифровыми видами, а с 817 это не проходит. И вот прошлым летом я использовал 817 в походе в небольшом пешем и тоже пользовался KVPager, но тогда, как ни удивительно, я вообще через микрофон передавал сигнал, то есть то, что передавал смартфон KVPager, это все слышал микрофон от трансивера и соответственно наоборот. Качество связи так гораздо-гораздо хуже, но просто KVPager очень пробивная система, поэтому она даже так тогда работала, но через провод, конечно, будет лучше. Обменялись сейчас несколькими сообщениями с Евгением Уатриахем, который находится в данный момент в городе Углич. Это 300 с небольшим километров от меня по прямой. Сейчас дневное время, как вы видите, ярко светит солнце. Примерно 13 часов дня и, конечно, на 80-метровом диапазоне есть только ближнее прохождение. 300 километров уже, можно сказать, на пределе. Если бы было расстояние километров 150, то мы бы, наверное, и голосом могли сработать. А вот на 300 километров уже очень слабо слышно и благодаря системе КВПager можно вот так обменяться сообщениями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Понятно, что в схеме и в конструкции этого кабеля ничего особенного нет, но удобно, что готовая вещь, готовое решение, подключили, можно использовать. Можно ведь его использовать не только с KVPager, а с любыми другими цифровыми видами программы, для которых есть для смартфонов. Место у меня сегодня в плане уровня помех не очень хорошее, рядом с городом, но все равно можно было на 80-метровом диапазоне даже какие-то сообщения передать на такую низко подвешенную антенну. Сегодняшняя моя прогулка по лесу на этом закончена. Спасибо, что смотрели видео. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok